48 из 100. Омская область газифицирована только на 48%. К 2030 году по поручению президента России Владимира Путина, экотопливом должны обеспечить все население страны. На пресс-конференции представители Газпрома и Минэнерго рассказали о том, как в Омске реализуется программа газификации 2021-2025. В этом году около 8 тысяч абонентов получат доступ к дешевому газу, отмечают в ведомстве. На территории региона появится 5 магистральных и 4 межпоселковых газопроводов. Межпоселковые будут строиться в тех районах, куда газ придет впервые, а люди до настоящего времени используют в быту дрова и печь. Например, в Большереченском, Называевском районах. Это новые газопроводы, которые будут запроектированы в 2021 году. Они позволят в дальнейшем построить межпоселковые газопроводы в Кормиловском, Оконечниковском, Омском, Марьяновском, Щербакульском районе. От ГРС Андреевки до ГРС Большеречи. Это магистральный газопровод 71 километр с двумя газоспетительными станциями в селе Ингалы и в районном центре Большеречи, который, в принципе, позволит спервые газифицировать Большереченский муниципальный район. А вот жителям трех северных районов Тевриза, Знаменки и Тары придется еще почти три года ждать обещанного газа. Строительство почти 100-километрового газопровода начнется только в 2023 году. Решение принято после ЧП, когда зимой в 30-ти градусные морозы упало давление на Теврийском газоконденсатном месторождении и жители сразу трех районов остались без тепла. Придется подождать жителям тех населенных пунктов, в которых магистральный газопровод уже есть, но нет разводки по дворам. Президент в послании Федеральному собранию поручил до 2023 года завершить догазификацию, то есть подключить жителей сел и поселков, где уже есть газопровод, газу бесплатно. Однако пока это сделать невозможно, программа находится в разработке, отмечает министр энергетики и ЖКК Омской области Антон Гаак. Разработана дорожная карта по разработке соответствующих механизмов, но, к сожалению, она на сегодняшний день еще не принята. Генеральная схема газификации позволит нам наиболее эффективным образом просчитать те мероприятия, которые необходимы для того, чтобы максимальное количество потребителей имело возможность газифицировать. Ни правительство Омской области, ни газораспределительные организации не имеют возможности влияния на потребителей, если они соответствующего заявку не подадут. Поэтому здесь все, кто желают, они должны, соответственно, в первую очередь обратиться в газораспределенную организацию с соответствующим заявлением.